Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Впереди нас ждут выходные. Кстати, завтра ярмарка. Не забудьте, пойдите, купите себе продукты, которые будут продаваться гораздо ниже по ценам, чем на рынке. Ну, а мы перейдем к своей программе. Сегодня у нас с вами будет сладкая передача. Мы поговорим о меде, о его полезных свойствах, а также о том, какой ценой добывают его наши пчеловоды. Но об этом после прогноза погоды. Карачаево-Черкесия преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 8, плюс 13. Днем плюс 29, плюс 34. В горах местами плюс 24, плюс 29. В южных районах местами высокая пожароопасность. Четвертый класс. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 31, плюс 33 градуса. Пасечник Алиуздинов с пчелами на ты. Этих мохнатых жарящих насекомых не боится совершенно. Они же так не кусают. Ее надо вот так вот сдавить. Если сдавишь, она укусит. А когда просто так она сидит, она не кусается. Вот когда вот на спинку ей раз нажать, она укусит. Вот смотрите. Оп. Она захочет кусаться. Сейчас разозлится. Вот видите, уже разозлилась. Алиуздинов пчеловод и по образованию, и по призванию. Пасекой занимается почти 40 лет. А случилось это так. В детстве, где-то в классе восьмом, я пришел к своему однокласснику и увидел у них улей. Ихний отец занимался пчелами. Они угостили меня прям свеженьким медом. И с тех пор я, где-то было в 84-м году, заразился пчелами. Али окончил этно-шахарское училище по специальности пчеловод, а вскоре ушел в армию. Именно там он впервые попробовал воплотить свои умения на практике. Было это в Грузии. Мы играли в футбол. Прибежал старшина. Они там у меня в деле уже числятся, что я пчеловод. Дали мне ведро. Я поселил эту семейку в ведро. Она где-то у меня неделю жила в ведре. Пока я у одного местного пчеловода не выпросил улей. И вот потом улей я сделал рамочки. Мы даже пару раз мёд успели покушать. Вернувшись из армии, Али пошел работать по специальности пчелосовхоз в Чиганаске. На его попечении было 127 дней. Было трудно, но он справлялся. Да еще и учился во всесоюзном сельскохозяйственном институте в городе Балашиха. Однако вскоре Советский Союз развалился. Пчелосовхоз тоже. И Али ушел в свободное плавание. Стал пчеловодом-любителем. Начинался с четырех уликов. Сейчас его в хозяйстве около 50 семей. Пчелиная семья – это сообщество насекомых, состоящее из одной маточки. Несколько десятков тысяч рабочих пчел и несколько сотен крупней. У каждого члена пчелиной семьи своя функция и своя задача. О каждом из них Али может рассказывать часами. Расплод развивается 21 день. От яйца и до взрослой пчелки проходит 21 день. Вся жизнь роя крутится вокруг пчелиной матки. Она – главная в семье. Продолжательница всего пчелиного рода. Поэтому в улике за ней ухаживают абсолютно все. Питание у царицы особенное. Вот видите, засев сплошной. Это считается, что маточка хорошая. Она когда сплошной сидит. Вот видите, дырочки – это уже молодые пчелки выходят. Вот она, молодая пчелочка вышла. Вот из этих дырочек они не повылают. Сколько за один сезон матка может внести таких пчел? За сезон, я бы затруднюсь сказать, но в сутки до 2000 яиц откладывает одна маточка. Это получается больше своего веса она откладывает. Это за счет того, что ее кормят маточным молочком. Очень активное это вещество, что позволяет ей свыше своего веса отложить яйца. Вырастить пчелиную матку может далеко не каждый. А у Али для этого целый пчелиный детский сад. Это наш нуклеусный парк. Здесь у нас воспитываются молодые маточки. Благодаря пчелам происходит процесс опыления большинства растений. И если бы пчелы вдруг взяли и исчезли, почти вся растительная жизнь на земле вскоре вымерла бы. Наш пасечник это знает. Но уважая своих мохнатых подопечных не только за это. За трудолюбие, за непоколебимое желание жить. Срок у них короткий. 35-45 дней живет пчелка. За это время она меняет десятки профессий внутриулевых и полевых работ. Они за это время успевают от вновь рожденной стать и сборщицей, и кормилицей. И все улевые работы они успевают сделать. И уже на последние пять дней жизни они становятся разведчицами. Это самая опытная, самая грамотная пчела. Они выискивают медосбор и фактически мобилизуют всю семью на сбор нектара. Работают пчелки круглосуточно, не зная ни сна, ни отдыха. Вылетев из улья со скоростью 65 км в час, пчела отправляется в поле. Обратно с нектаром ее скорость не превышает 20 км. Как и муравьи, пчела способна поднять вес в 40 раз больше ее собственного веса. И еще, как бы далеко пчела не улетела, она обязательно найдет дорогу домой. Сегодня у Алиуздинова около 40 тысяч пчел разной породы, но большинство из них серой гордой. Эта порода наша считается местной. На сегодняшний день ее утеряли, поэтому привозят ее с Красной Поляны, с Грузии. У нас в советское время произошло заселение карпатской породы. Фактически у нас утеряна наша местная пчела. И вот мы привозим с Красной Поляны. Она как бы все-таки наша местная, к нашим климатическим условиям более приспособлена. Очень предприимчивая пчела. Раньше других встает, тоже других ложится. Как бы приспособлена к скудному взятку. В горах же постоянно погода меняется, поэтому я стараюсь ее тоже держать. А так у меня и карпатская есть, и краинская порода пчел. Для своих пчелок Алиуздинов создал специальный домик. Видите, какой нарядный? Пчелы способны различать три цвета. Синий или голубой, желтый и белый. Поэтому в ночное время можно красной лампочкой с ними работать. И они практически слепы, а человек может спокойно с ними работать. С одного улика опытный пчеловод получает по полтонны меда. Однако прежде чем начать качать его, соты должны быть надежно запечатаны. Если же мед собрать из незапечатанной рамки, он может испортиться. При комнатной температуре такой мед закиснет. Такое состояние считается зрелым медом. Вот это вот, видите, темная печатка меда, это бывает у сероегорной кавказской пчелы, такая пчаточка меда. У карпатской, к примеру, такая беленькая бывает, белоснежная. Это отличительный признак нашей местной породы. Казалось бы, что тут трудно. Пчелы собирают мед. Приходи и забирай готовый продукт. Но не все так просто. Пасека – это трудный хлеб. Кто не верит, приезжайте к Али, сами убедитесь. В этом году была же весна холодная, пасека заровилась. В день выходило по 3-5 улей этих краев. На 10 килограмм я похудел в этом году. Вы рамочку видите у меня в руках. Вот на каждую пчелосемью надо от 30 до 40 таких рамочек. Их надо сначала сделать, я их делаю в птический сад, тоже дома. Сделать, потом сбить, натянуть проволоку. И уже на эту проволоку навачивается овощина. И это очень занимает очень много времени. Вот если зимой все это не подготовить, весной у тебя все время уходит на это. Если у тебя все готово, ты должен только заниматься за контролем медосбора. За пчелой и откачкой. Очень тоже тяжелый труд. Скажи, вот есть пословица, чем должен пахнуть мед. Знающий пчеловод всегда скажет, что настоящий мед пахнет потом пчеловодом. Чтобы сезон был плодотворным, а мед разных сортов, Али несколько раз за лето приходится перевозить пасеку в поисках цветущих луков. Надо быть мобильным. Потому что если находиться на одном месте, то максимум ты можешь один раз покачать. Если ты мобильный, то можно в 3-4-5 раз покачать мед. Жарко даже в тени. Нужно принести пчелкам чистой воды. Это ведро они выпьют за 3 дня. Думаете, они пить хотят? А вот и нет. Пчела, допустим, она не нуждается в воде. Они носят воду, чтобы разбавлять мед и кормить детишек. Для этого нужна вода. Сама пчела, ей достаточно в нектаре то, что имеется влага. Производство меда – тяжелая работа. Чтобы собрать всего 100 грамм вот этого сладкого лакомства, пчеле надо облететь 1 миллион цветов. Через несколько дней на пасеке начнут качать мед. Особенно приятно, когда урожай, то есть количество собранного меда, хорошее. А вот это во многом зависит от самого пасечника, от его знаний и умений. Надо знать полностью биологию пчелиной семьи, чтобы знать, как ей управлять. Потому что каждому медосбору надо пчелосемию подготовить. Вот как хорошую лошадь готовят к скачке за несколько месяцев. Точно так же пчелосемия должна быть к конкретному медосбору готова. Потому что у нее есть период развития, период, когда они заменяют маточку. И вот этих периодов надо все подгадать медосбору. Тогда ты будешь с медом. Если мед настоящий, вне зависимости от вкуса, это настоящий кладезь здоровья. Мед – это натуральный антисептик и антиоксидант в одном лице, который защищает организм от хронического воспаления. Является отличным профилактическим средством против онкологических заболеваний, сахарного диабета, атерской розы и многих других болезней. С медом много очень есть рецептов, но мой самый любимый рецепт я делаю примерно вот так. Наливаем воду в стакан. В столовую ложку меда или две чайные ложечки меда. Это у нас такой золотистый подсовнутый мед. Замешиваем. Если он постоит минут пять, он прекрасно растворится. Так как сейчас не холодно, он прекрасно растворится. Все, напиток готов. Утром на голодный желудок очень полезный. А чего помогает? Желудочно-кишечный тракт очищает полностью печень. Защищает он, так как глюкоза требуется от печени. Ну и соответственно, пока человек умоется, организм уже готов провести целый день рабочий. Но польза будет только если мед настоящий. Чтобы не нарваться на подделку, покупать его лучше всего у проверенного пчеловода, которого вы знаете. А уж если все-таки пришли на рынок, запоминайте совет нашего пасечника, как проверить качество меда. Самый простой, самый лучший вариант, это капнуть мед вот сюда, на руку. Если мед совсем не знакомый, ни запах не знакомый, ни консистенция. Вот капайте. И его, когда втираешь, он рано или поздно весь потрется, по-моему. Питается, да? Питается. Если это сахар, раздоним, тут останется белое пятно. И будет липкое. А вот он сейчас перестанет быть липким, мед. Просто он весь в кожу войдет и все будет прекрасно. И еще один совет от нашего героя. Если идти в пчеловодство только за тем, чтобы заработать, вряд ли получится долго продержаться в этом бизнесе. В него надо вкладывать не только деньги, но самое главное – душу и сердце. Полюбить этот образ жизни. Пасека – это тяжелый труд. Настоящий пчелкин труд. Но иначе здесь нельзя. И сегодня у нас в гостях герой нашей программы Али Узденов. Али, здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, вы пришли к нам не с пустыми руками. Что это вы принесли? Я принес прополюс. Он уже подготовленный, размельченный. И это 96-процентный спирт. Да, спирт. Да. Можно применять 70-процентный, но так как у нас был 96-процентный, я вам сейчас покажу, как из него приготовить шикарное лекарство. Вот смотрите, он уже лепесточками прополюс. Я его заранее заготовил, в лепешечку скрутил, остудил, и вот он прекрасно у нас поломался. А пропорции какие? Это мы делаем настойку, насколько я понимаю, да? Это настойка прополюса 10-процентная. Можно применять 30-процентную, но в данном случае мы делаем 10-процентную, чтобы не очень была крепкая. И вот в таком состоянии в течение двух недель взбалтывать надо ежедневно, держать в темном, прохладном месте. Через две недели продукт будет готовый процедить. Ну и вот как употреблять, и для чего эта настойка нужна? Расскажите, пожалуйста. Я расскажу о своем опыте. Я применяю его два раза в год, весной и осенью. По чайной ложке для детей, для взрослых одна столовая ложка, натощак. Натощак утром или вечером? Ну, если садиться за руль, то лучше с вечера. Если за руль не садитесь, можно с утра натощак. Это в течение двух недель курс. Две недели? Да, две недели курс. Она, эта настойка помогает организму восстановить иммунитет. Его уникальность в том, что она всю патогенную микрофлору уничтожает в организме, а нужные микроорганизмы, она, наоборот, поддерживает, усиливает. Вот уникальность, как и всех продуктов пчеловодства, заключается. Я слышала про эту настойку. А вот вы эффект от нее чувствовали? Вот на собственном опыте вы себя лучше чувствуете, не болеете. Что вам дает эта настойка? Ну, простудные заболевания, как я начал применять этот продукт, как бы сошли на нет. Очень редко. Так что всем рекомендую. Али, ну вот я хотела у вас спросить. Вы не только пчеловод, уважаемые зрители. Наш гость, начальник юротдела Гарантийного фонда поддержки предпринимательства, а также член правления Ассоциации пчеловодов Карачаева-Черкесии. Скажите, пожалуйста, Али, а какие задачи в центре ассоциации вы решаете? Вы как-то помогаете пчеловодам? Ассоциация наша создалась буквально недавно. Ну, то бишь, возродилась. Ну, основная задача, как бы показать, что мы уже существуем нашему правительству, что мы не одни, как бы мы сплоченная организация. И основная цель ее будет поддержать пчеловодов в тех начинаниях, которые самостоятельно они не могут решить. Это, допустим, те же волокиты судебные, связанные с потравами пчел. Потом мы будем организовать помощь ветеринарную. И самое главное, мы организуем курсы по пчеловодству для начинающих. Так как это модная профессия на сегодняшний день, но в то же время человек, не имеющий навыков предварительных, может сделать много ошибок, очень нанести как бы финансовые потери. Поэтому мы не только их теории научим. То, что будет зимой проходить, то будут курсы двухмесячные, без отрыва от производства. Это самое главное. Они будут вечерние и по выходным. А с весны уже будут практические занятия. И в то же время мы научим пчеловодов, где у надежных людей приобрести здоровое племя. И в то же время будем сопровождать первый год до осени. Всех шедрощих. Как детский сад, поэтапно, каждый шаг, да? Ну, хорошее начинание. Просто замечательно. А сколько у нас пчеловодов всего в Карачаево-Черкесии? У нас существует группа в интернете. Там зарегистрировано 234 пчеловода. 234. Но на самом деле, мне кажется, их больше, да? Их гораздо больше. Но это активные участники, которые постоянно на связи, которые меняются с опытом своим, с предложениями, бедами, с счастьем. Все мы делимся, общаемся. Вы сказали такую важную вещь, что ветеринарное сопровождение и представление в судах, да? Вы будете делать интересы пчеловодам. Потому что мы знаем вот несколько лет подряд, не только в России, но у нас, к сожалению, в Карачаево-Черкесии были случаи, когда погибали, практически вся пасека погибала, потому что пчелы травились. Это происходит почему? Почему пчелы погибали? Ну, во-первых, пчелы погибают от того, что не ветеринар, так как фермеры используют те препараты, которые еще не опробированы, скорее всего, или же новые препараты. В общем, брызгают поля, да? Обрызгивают поля, почву обрабатывают. Сейчас много появилось, вредителей много, поэтому чаще приходится им обрабатывать. В то же время пчеловоды не всегда находят общий язык с фермерами, без разрешения могут встать на участки. Соответственно, фермер, не зная об их присутствии, или же просто игнорируя, может их не предупредить. За счет этого пасеки целые могут погибнуть. Да, мы знаем, что такие случаи были, да? Если не вся пасека, то много пчелосемей погибало. И вот вы в своей ассоциации, насколько я понимаю, будете представлять интересы пчеловодов в суде, да? Защищать. В суде, да. Если мы считаем, что пчеловод был прав, и он имеет право претендовать на компенсацию, мы будем оказывать ему поддержку, в том числе и в судах, будем отстаивать его интересы. А вы скажите, то, что касается фермеров, ветеринарное сопровождение, да? Ведь многие же не знают, как лечить пчел, да? Вы будете помогать и пчелу лечить, да? Я так понимаю. Мы не будем помогать лечить пчел, но как бы мы всегда советом подскажем, поможем. Но мы хотим добиться от нашего правительства, чтобы у нас было какое-то ветеринарное сопровождение. А у нас нету сейчас? У нас 30 лет уже его не существует. С развалом Советского Союза у нас нету даже одного ветеринара по пчеловодству. Да вы что? А по-моему, в Ставропольском крае у них есть специалисты на сельхозе? В министерхозе у них есть. Ну, скорее всего, и у нас тоже будет, скорее всего, мы планируем встречу с Министерством сельского хозяйства, желательно с самим министром, чтобы нам такую единицу тоже выделили. Будем просить. Ну, потому что, мне кажется, этот вопрос обязательно надо решить, потому что, извините, пасека, это все-таки выгодно, это заработок, это рабочие места, это самозанятость, это аналоги, опять же. Вот. И как-то надо людям помогать выживать. Ну, что ж, Али, очень хорошие у вас задачи, цели хорошие, поэтому вам удачи в вашей работе, пусть все сбудется, находите общий язык, создавайте ассоциации, учите наших молодых людей. Вот. Хороших вам учеников и взаимопонимания с органами власти. Большое спасибо. Ну, наша программа на этом подошла к концу, дорогие зрители, я с вами прощаюсь, надеюсь, вам было с нами интересно. Хороших выходных. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok